ну что ж всем здравствуйте всех приветствую мы продолжаем проходить запису подряд dream fall chapters по серии мы подошли кроту роте и он он и она дала нам задание передал задание поймать код и ганса мне еще у нас дополнительные есть два задания как раз таки при информатора сзади на рынке старого города и не обязательно придал обещание армстон ту отыскать его вдову в бонсе нужно выполнять поэтому саша подобнее надеть пледик предвести только уж предачи педик видели педа воды приятного просмотра а мы начнем так собственно чего нас мы с тобой имеем о бляне то мы с тобой имеем чем мы с тобой имеем вот шо видишь кружочек да вот тут это понимаю нам нужно нужно прийти собственно ну лети гол чего выскать лет гол шем на рынок чего-то делаем на он то просто прямая пробежать нужно с тобой в меркурии магические держат головы высоко поднятыми несмотря на уж розу азади это доказательство пусть не преклонится помогите помогите ты пытался меня обограсть ну и что ты же азади это самый худший предлог для кражи кошелька за такое можно и без руки остаться но не остался же на твое счастье я не азади а теперь проваливай какой у тебя рост очень высокий отстань мальчик ты намного выше моего папа ты точно не азади точно ты похож на азади ты солдат почему не в форме тайный агент что нет беги уже пока я терпение не потерял ты похож на них ох ради богини как тебя зовут бип бип ага а что ты должен быть со своей матерью бип а не заниматься воровством ступай домой не могу у меня его нет извини но ты все равно не должен они не умерли ничего такого мои родители их просто сослали на киен туда ссылают магических оттуда не возвращаются но мальчик должно быть это уже знает наверняка он видел как бывает с другими мальчик видимо не представляет что творится в киене в тюремную колонию лагерь перевоспитания так сказал мой отец наверное они в детстве в школе плохо учились они вернутся когда их хорошенько перевоспитают с острова не возвращаются магические уж точно что ты имеешь в виду я имею в виду хочешь сказать они там навсегда останутся он еще ребенок каким был я когда стал сиротой но меня никто не защищал от правды парню еще не больше десяти пока ему не надо знать правду они не вернутся ну почему что с ними будет о таком тебе думать не следует у тебя совсем нет родных не в меркурии они все в южных землях так что с ними будет они будут работать для того и созданы тюремные лагеря чтобы отделять магических от людей изолировать из за зариловать отделить магических от людей навсегда ты врешь нет это правда ты один из них зачем ты здесь заберешь меня и отправишь чтобы из изолировать безогревать золировать родителями но вообще-то я занят и сопротивлением сопротивлением конечно же нет я я просто слышал что к сопротивлению примкнул какой-то азади и если ты азади сейчас стоишь здесь да еще и чем-то занят то это ну очень похоже на то что ты сопротивление приглашай голос не волнуйся все в старом городе на стороне сопротивления ну почти все в каком смысле почти все том что есть те кто не любит сопротивление те кто втихаря сбегает на собрание национального фронта те кто сдает повстанцев азади ты кого-нибудь знаешь нет но в лицо не знаю но вот знаю где сегодня проводится собрание покажи что покажи где я пойду с тобой на задание это это просто невероятно круто успокойся мальчик просто скажи мне где она ты знаешь город ну не очень ну вот я тебя отведу тут так сложно это опасно для тебя нет для меня да я часто по ночам из гетто выбираюсь я знаю как пройти где стоит стража да вообще все я крадусь сквозь тени словно хищник я как неуловимый мститель просто покажешь дорогу а затем вернешься прямо сюда ну я там еще чуть прямо сюда или я найду кого-нибудь другого удачи в поисках ну ладно вернусь прямо сюда ты готов мы можем идти сначала лучше осмотреться и может выполнить другие задания подождешь меня здесь вот блин но мы ведь пойдем да уже сегодня скоро хорошо я подожду но тоже ехта так погнали нам сначала нужно укротает к рот нам сказал тепла длиц гул стойка идет должно быть просто ветер а где там да вот сюда это тот мальчик которого я должен перехватить тут полно свидетелей я нести поскорее я теряю его из вида чего ты хочешь лучше держать дистанцию я могу найти что-нибудь такое что поможет его перехватить или сбить с пути надо держаться ближе к гонцу иначе я потеряю так посмотрим в какую-то мне сторону при таком освещении так сложно что-либо разглядеть направо налево правильно налево 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 тут написано подъем уртрина тут написано двор часовых подъем уртрина гонец передающий сообщение между охранными постами гонец передающий сообщение между охранными постами тут полно свидетелей кажется неправильно это и и и и и и и и какая бессмысленная потеря у пупу пупу ту 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 бля это жестко я не думал что будет шоке кроту бежим дал этого собственно ни с кем не общаемся ничего не делаем сами по себе получать после смены наверное схожу в ту дешевую таверну гавани как бы шина называется петушок и киска на петушок и киска название конечно название конечно прям вау так собственно где сюда нам let's go отнесем я думал будет сложнее мне бы пришлось вскрыть печать нет кроту знала бы что я открою но все чтобы его как говорится спинку почесали соглашение может потерять силу крот меня обманула она сказала что гонца не тронут и все равно и он был всего лишь мальчик зачем вы приказали убить гонца хороший вопрос зачем азади пришлось убить детей банда потому что однажды думали они дети банда станут женщинами и мужчинами банда и тогда они придут за азади лучше удостовериться что этого никогда не случится у нас нет на это время а другая часть соглашения может я не сдержала эту часть обещания но сдержу более важную часть твое сопротивление получит оружие все оружие что придется отдать мне все же понадобится немного для моих людей самые быстрые топоры и самые тугие локи остальное получат твои люди не те люди что азади твои люди из сопротивления наоборот было бы глупо конечно спасибо мои мужчины будут на связи с твоими женщинами и мужчинами теперь уходи азади уже темно и поздно и я буду спать спать и видеть сны о лучших днях в норе на севере когда смерть детей наполнял тоннели видеть сны о друзьях и семье пока я их всех оплакиваю каждый раз упоминая мой народ в ней видны ненависть и обида она из магических и очевидно не питает любви к моему народу или к человечеству в целом трудно поверить что это существо она из магических почему вы не в сопротивлении шепард спрашивала то же самое почему бы не примкнуть к сопротивлению быстро же они забыли как они обошлись банда как они свысока на нас смотрели называли нас круто люди грязи жители короткомордые и земляные обезьяны чувствую магические относятся к банда так же как и люди как грязи под ногами как как бросом у меня нет симпатии к сопротивлению мне нет пользы от сопротивления но сопротивление воюется сзади воюет с людьми поэтому я продаю вам оружие еду лекарства и не воюю с сопротивлением враг моего врага ну не друг но хотя бы не враг каждый раз нужно продолжать каждый солдаты азади они атаковали вашу деревню средь бела дня они пришли и мы бежали человек всегда плохой знак человек это всегда неприятности но никогда таким образом никогда вот так мы бежали в нор и мы закрыли входы и мы пели земле чтобы сделать новые тоннели просто на случай на всякий случай но солдаты азади у них был план они умны они закрыли все дыры и бросили в нору огонь огонь из-за которого идет черный дым дети старые слабые многие задохнулись остальные мы ослепли мы плакали мы ползли наружу из норы азади поджидали нас мечами и копьями они смеялись пока убивали мы умоляли они лишь смеялись я споткнулась меч задел мне ухо я больше не слышу хорошо этим ухом я ударилась головой впала в сон без сновидений когда я проснулась моего мира больше не было все из-за азади все из-за твоего народа ну а последний спросим вы управляете подземным миром меркурий ты слышал ты слышал моё место под землей в норе моя естественная среда питания но тут все серьезнее вы управляете криминальной империи империи только у людей есть империи только людей впечатляют империи я я управляю бизнесом бизнесом в норах под землей под миром это впечатляющее мастерство для кого-то столь маленького говоришь как большой человек размер неважен размер несущественен везде главная сила в голове в сердце во рту к счастью для меня укрота сила в голове сердце и особенно во рту ну что мне пора хорошо луна движется от ночи остался только час луна движется от ночи остался только час может быть ну вот Интересно Так, давай тогда обещание Арнстоунту от скотелу. Где? В бонусе. Погнали, тыщем? Необязательно, конечно. Ну давай, отлично, мы обещали же. Шутку про магического и... Стой, кто идет. Хотя улицы и кажутся безопасными, ночью на них мало людей. Где я должен искать ее, чешу? Не туда вот интересно просто. На, вон туда с тобой бежать. Да, пробуем найти эту вдову, я не знаю, где она, что она, как она вообще. Где мне ее искать только? Вдову-то ее... Это должно быть молодая вдова Арнстоунта. Извините, госпожа. Я ищу вдову Стоунт. Я Герди Стоунт. А вы кто? Я... Я знал вашего мужа. Он был храбрым человеком. Знали его? Откуда? Мы встретились в монашьей темнице, госпожа. В ночь его смерти. Он спас мне жизнь. Простите, что не смог ничего сделать, чтобы спасти его. Вы видели его в тот вечер? Он попросил меня найти вас и передать, что он любит вас. И бросили его, чтобы те ублюдки замучили его до смерти. Я поклялся не отнимать невинные жизни. Мне сказали, что он молил о смерти. Вы могли даровать ему легкое, почетное путешествие на ту сторону. Но вместо этого просто оставили его. Не говорите мне о чести. У вас ее нет. Уходите. Вдова Арна Стонта. Она не хочет иметь со мной никаких дел. Да, аж. Ну, понятно, что она зла. Горюет, и это пиздец. Не знаю уж. Что, лет's go. Тогда вот на последнее, получается, задание на предатель. Предатель информатор сзади, на рынке старого города. Богиня, как я устал. Стою здесь ночь за ночью, и ничего не происходит. Давай, пусть вам погнали. Ты готов? Мы можем идти? Нист, пойдем. Наконец-то! За мной! Приходите еще. Мой ладок открыт днем и ночью. Нам нужно покинуть гетто. Как ты пройдешь мимо стражи? Знаю я одну дорогу. Встретимся с другой стороны. Подожди, что? С другой стороны. Ну и попиздил. В них могут прятаться магические. Видишь? Легко. Храню нас богиня. Ты с огнем играешь, мальчик. Остражен все равно? Не нужна мне никакая помощь богине. Я очень хорошо лазаю. Что? Я не... Откуда ты знаешь? Сложим почерк, да? Ой, да все знают, что апостол сбежал из темницы в ночь своей казни. У нас даже кукольный спектакль есть по мотивам. Забери меня тень. Из чего ты взял, что я тот самый Азади? Таинственный апостол сбегает из темницы. Спустя пару дней таинственный Азади присоединяется к сопротивлению. Может, мне всего и десять лет. И кожа у меня синяя. Но меня не одурачишь. Точно. Что ты еще обо мне знаешь? Не так много. Азади ранили тебя пулями. Ты чудом выжил. Ты работаешь на повстанцев. А, ну и конечно же, ты... Мы пришли. Тут они проводят встречи, выступают и... Уверен? Полностью. Иногда подслушиваю. Они говорят о магических. Что мы испортили мир и все у них отнили. Печально все это слышать. Не знал, что магические такие плохие. Неудивительно, что все нас ненавидят. Мы не... Слушай, мальчик. Бип. Эти люди плохие. Ты не сделал ничего плохого. Ты не выбираешь себе внешность и цвет кожи. По факту. Неважно, где и кем ты родился, это не определяет тебя как плохой личность или меньше, чем личность. Важно лишь то, что делаешь ты сам. А теперь убирайся. Уходи. Возвращайся назад. И поосторожнее. Но... Ты пообещал. Никаких споров. Ладно, ладно. Что? Я был бы безмерно рад получить награду за свой нелегкий труд. Но ты даешь. Держи. А теперь беги отсюда, воришка. Баланс? Ты что, призрак? Откуда во имя теней ты так внезапно... Что? Мне кажется, она как-то вот так во вход. Уверен, очень скоро мы узнаем больше об этих трубах. Сейчас у нас есть другие заботы. Найдите способ попасть на забрание национального фронта. Приветствую, брат. Что? Кто здесь? Проклятие. Вот это ты меня напугал, приятель. Откуда ты, черт побери, взялся? Вот и они. Отойди. Я опаздываю на собрание. Конечно, правильно. Кровь и земля, брат. Главное не то, что я говорю, а как я говорю. Надо уверенно держаться, и он решит, что на собрании меня ждут. Не будем мудрить. Очевидно, ответ на... Кровь и земля. Да, прави. Подожди, это же я сказал. Назови ответный пароль. Кровь и... Тебе сюда нельзя. Это частная встреча. Вам здесь должно быть стыдно. Как вы смеете вешать эту гадость на мою дверь? То, что я человек, еще не означает, что мне интересна ваша расистская пропаганда. Я жила по соседству с Далмари большую часть своей жизни, и они ни разу не причинили вреда ни мне, ни моей семье. Вот что я думаю о вашем сборище гуманистов. И ваш онлор Хиллари сможет идти в задницу. Он предатель. Вы все предатели. А когда Азади, наконец, соберутся и уйдут отсюда, мы вам все припомним. Даже не сомневайтесь. Она была разорвана на три части. Она была разорвана на три части. Честь и... Что? Не хватает какого-то слова. Отойди, брат. Боги! Ты так тихо подкрался! Кровь и земля? Лозунг из брошюры начинается со слова «честь». Что дальше? Что важно для этих людей? Честь и вера? Честь и вера? Неправильно. Ты не из наших. Уже бывал у нас на собраниях? Давай, приятель, проваливай, пока я не потерял терпение. То, что там происходит, отвратительно. Они поливают магических грязью, будто вся проблема в них. Магические всегда здесь жили. Именно Азади нарушили устоявшийся порядок вещей. Она точно не сторонник национального фронта. Когда говоришь об Азади, у стен есть уши. Ну и что они сделают? Увезут в один из своих лагерей перевоспитания? Пусть попробуют. Они могут запереть себя в монашьей темнице. Не осмелятся. Они ведь очень уважают женщин, в отличие от всех предателей из национального фронта. Помяни моё слово. Как только Азади уйдут, сопротивление выследит их всех до единого и вздёрнет на городских стенах. Хотя улицы и кажутся, прошу прощения. О, Баланс! Откуда ты взялся, а? Я тебя даже не заметила. Что тебе нужно? Мне не нужны проблемы. Тот лист, что вы порвали, у вас не осталось его другой половины. Какой лист? Листовку национального фронта? Зачем она тебе? Кто ты такой? Тот, кто на вашей стороне. Не знаю. По-моему, ты говоришь как Азади. Для чего тебе их листовка? Долгая история. Мне надо найти предателя. Того, кто предал повстанцев. Да, конечно. Если это поможет насолить отбросом из национального фронта, то проси что угодно. Возьми. И доблагословить тебя баланс за то, что противостоишь этим ублюдку. Нам нельзя разговаривать с ними, но мы с ними пиздим. Логика прям пиздата. Честь и человечность. Это лозунг национального фронта. Похоже, это нужный для прохода пароль. Отойди, брат. Боги! Ты так тихо подкрался! Кровь и земля? Кровь и земля. Честь и человечность. Честь и человечность! Вера и семья, брат. Проходи, приятель. Встреча уже началась. Если ты еще никогда не слышал речей мистера Хиллериса, то ты пришел по адресу. Он пример для всех нас. Братья, сестры, кузены, храбрый, скромный людской народ, добро пожаловать на встречу в наш национальный фронт веры и семьи. Хе-хе-хе. Да. Да. Ха-ха-ха. Да. Да. Спасибо, что пришли сюда этой ночью. Спасибо. Спасибо вам, что щедро пожертвовали своим временем. За то, что осмелились бросить вызов этим последователям оккультизма в неустанных поисках истины. Да. О, да. Несмотря на самоотверженную работу наших благодетелей, враг все еще выглядывает из теней. Оглянитесь, смотрите. Бойтесь их, врагов. Ведь они близко. Они же... Изучить присущих на Савране национальный фронт. Я чую их. Я слишком далеко, чтобы что-нибудь почувствовать. Чужеродный запах, магию, грязь. Не радостно видеть вас всех, стоящих передо мной. Лидер этого национального фронта за веру и семью. Стоящих за доброе и справедливое. Я слишком далеко, чтобы что-нибудь почувствовать. Да не зайдет на вас слава. От него несет табаку. Табако задирский, если мой нос меня не обманывает. Да. Хамик. Недавно я разговаривал с нашими благодетелями. Мы обсуждали этого... Магического необычного. Магического необычного. Да. В нем нет ничего необычного. Я с ними говорила и им сказал, прислушайтесь к этим честным, смелым людям, вашим братьям. К людям, что поставлены на колени. Ее одежда сильно пахнет смолой и дымом. Должно быть, она работает на фабрике. Морального разложения. Простым мужчинам и женщинам, должно быть на нем кожаное нижнее белье. Оно издает неприятные скрипучие звуки. Некроманта! Огинь. От этого мужчины изрядно лоняет. Должно быть, он месяцами не менял одежду и не мылся. Мы должны объединиться под знаменем наших благодетелей. Она напевает себе под нос. Я узнаю эту мелодию. Прелестная колыбельная. Вам нужен. Им нужен. Нам нужен. Кто-то, кто сможет подняться с колен и говорить от лица человечества. Он пахнет маслом лаванды. Возможно, лейка. Меркуриец! Кто-то не страшится магического и его устрашающих фолиантов. Да. Да. Вы знаете меня? Вы знаете меня? Вы знаете, что я не ищу ни славы, ни богатства, ни богатства, я не ищу ни славы. Я ищу света. Я ищу правосудие для смелых. Должно быть на нем кожаное нижнее белье. Оно издает неприятные скрипучие звуки. Да, да. Кожаное белье. Я стою здесь перед вами, как ваш слуга. Он пахнет маслом лаванды. Возможно, лекарь. Я слишком далеко, чтобы ее одежда сильно пахнет смолой и дымом. Должно быть, она работает на фабрике. Того, кто возьмет на себя ответственность за беззаконие, творящиеся на этих темных, обувьных улицах. Хами курил такой. Наши покровители делают прекрасную работу, смелую работу, важную работу, выдающуюся работу, но им не поспеть ковсюду. Пожалуйста. И, ладе, докуда не достает их свет, приходит на помощь городской дозор. Взять, к примеру, бумажных драконов, парящих над нами, богам и лари. Да! Эти богохульные творения, парящие перед носом упочтенных, скромных, работящих людей... Угу. Ну и попробуем определить запахи, почувствую. Если я тут слегка вздремнул... Если ты призрак, то просто оставь меня! Хорошо. Где ты был? Где ты был? На встрече национального фронта опознавал вашего перебежчика. Предатель предателя найдет блистательно. Думаешь, сможешь на него указать? Смогу. Тогда вперед! Макбургеры! Лучшие макбургеры в Меркурии! Лучшие макбургеры в Меркурии! Похоже, вам не помешал бы пряный макбург. Расскажите своим друзьям! У меня есть блюдо со всех северных земель. Он тяжело дышит. Лучшие мясел-гвана! Маринованный простогрыз! Горькие травы! Вдруг друге стоим. Он пахнет табаком. Этот запах мне не знаком. Вероятно, сорт из северных земель. Она макбургеров. Мастер древнего искусства магии бургеров. А также его кожа покраснела, и на ней появились волдыри. Лучшие макбургеры в Меркурии. Сделаем точно по вашему заказу. Он пахнет табаком. Этот запах мне не знаком. Вероятно, это человек. Был ли он на собрании национального? От него исходит едва уловимый запах камфоры или северного соснового леса. Может, лавандового масла. было сыра на продажу. Они пережили немало оттеных метров и жаркой луны. Расскажи обо мне, друзья. Блюда каких вы никогда не думали. Экзотические эли, целебные травы, успокаившие бальзамы немачек. Этот запах мне не знаком. Вероятно, сорт из северных земель. Лучшие макбургеры в Меркурии сделают точно по вашему заказу. Лучше приятел. Что творится? На помощь! На помощь! Ранний завтрак. Это единственный, кто был. Петух и котенок. Ульвик, бармен и друг сопротивления. Так, ну вот мы пришли. Собственно. Мне пора домой. Только еще одну. Еще одну на дорожку. Немного отваги дал Мари, а потом... А потом можно и домой. У Ульвика не самые утонченные и представительные клиенты. И я уверен, он этому рад. священник и ведьма, распив бочку бренди, решили слегка погулять. Мечтал проповедник снять с ведьмы передник, но та лишь хотела болтать. Хе-хе-хе. О-о-о. Что вам принести, мой друг? Да, видят богини, я не из пьющих. Что же надо заказать, чтобы смешаться с прочими посетителями этого грязного сарая? Будьте добры, стакан охлажденного вина. Охлажденного вина? Да, вино и лед. Вы что, пытаетесь привлечь к себе внимание? Вот ваш веселый минстру. Ваш друг, она наверху. Друг? Да, ваш друг. Она вас ждет. Вы же не хотите заставлять женщину ждать. Еще пиво, Дар? Нет, ваш друг еще ждет вас наверху. Только что там был там никого. Только что там был, там никого. А, да. Засполнилось, да? Засполнилось. Понятно. Но, раз уж я пьяный втрызг, то можно выпить еще. Наконец-то. Вот и ты. Присаживайся. Пожалуйста. Улыбнись. Мы ведь друзья, помнишь? Я совсем этого не помню. Кто ты? Я не из сопротивления и не азади. Если так, тогда на кого ты работаешь? На себя. И я могу либо облегчить твою жизнь, либо усложнить. Кто во имя тени эта женщина? Я узнаю твое имя. Ты узнаешь мое имя. Такой могущественный, прямо как зверь в клетке. Ты популярен, Киан Алван. Апостол. Каждый хочет урвать от тебя кусочек. Я слышала, за твою голову назначена награда. Боюсь, ты меня превзошла. Я сравняю счет. У меня столько же имен, сколько и друзей. И врагов. Некоторые зовут меня Анна. Что тебе от меня надо, Анна? Мне нравится, на что ты делаешь упор. Мне нужна твоя помощь. Но не сейчас. У тебя тут встреча. Мне не хотелось бы мешать. Как ты... Я лишь искала возможность представиться, и я это сделала. Так что мне пора. Разыщи меня как-нибудь. Ты можешь найти меня за этим столиком почти каждый вечер. Или Ульвик передаст сообщение. Здоровяк за стойкой? Носит фартук с петуш... Петухом и котенком? Его сложно не заметить. Еще увидимся, друг. Подожди. Как ты видишь сквозь воль? Что? Ты не должна была меня узнать, если только мы не близко знакомы. Я не знаю, о чем ты говоришь. Еще увидимся. Странная хуйня какая-то. Мне пора домой. Только еще одну. Еще одну на дорожку. Немного отваги дал Марии... Кто это был? Что? Кто? Где? Та женщина. Кто она? Таинственная незнакомка, а? Без понятия. Я не парень. Я не заглядываюсь на всех женщин вокруг. Лихо. Встретил таинственную незнакомку? Нет. Тебе нужно почаще выбираться. Вам не опасно здесь находиться? Что? Ааа, в смысле лицо, шерсть? Здесь безопасно. Но. Тут пьет и азади. Ульвик все держит под контролем. А также магическим все еще разрешен проход в город, пока у них действительно и пропуска, и нет с собой оружия. Заметно вам. У вас есть пропуска? Конечно, но... Не будем испытывать удачу. Нам пора. Да. Так. Ну, Жекиан, ты прошел тест лихо, все нормально. Сейчас вернемся в штаб. Тест? Ой, ааа, да, ну... Лихо? Я говорил, что не буду тебе доверять. А теперь доверяешь? Нет. Мое недоверие стало лишь чуть слабее. Но ты справился. Я не буду тебя убивать. Пока что. Это для него крайне дружелюбно. Обнимашки? Я не хочу. Ладно. Нам и правда пора. Интересно. Интересно. Очень интересно. И как же выглядела твоя таинство? Единственная незнакомка? У нее длинные рыжие волосы и светлая кожа с веснушками. Ади, это как страница. И еще бы. Твой тип, а? Да. У меня вообще-то нет, типа... Типа. Правда? Окчел. Думала, парни вроде тебя просто супер разборчивый. Я не богиня. Давай не будешь хорошо. У меня в жизни было не так много времени на женщин. Лихие лохматики? Да ты шутишь? Посмотри на себя, да ты красавчик. Как такое вообще вырвалось из моего рта? Лихие лохматики? Забей, просто забей. Но тебе ведь нравятся женщины, так? Забери меня тень. Нет, знаешь, в этом нет ничего страшного. Вообще могу даже найти тебя... Хлачет уже, но... Не знаю, даже просто так получается. Это как болезнь. Я открываю рот и... Баааа! Это правда напрягает. Ну, уже заметили. Пропускаю. Что вы там так поздно делаете? Выпиваем. Танцуем. Просто выпиваем. В следующий раз выпивайте в пределах стены. Нам такие, как вы, в барах не нужны. Да, вы полностью правы. Совсем не нужны. До свидания. Танцуем? Тогда мне вдруг показалось, что этот ответ подойдет. Расскажи мне еще раз про этот тест. Я ожидал, что ты сразу помчишься к своим госпожам, Альвана. Ты можешь быть нам полезен. Ненадолго. Но я все равно убью тебя. Тебе не выплатить долг перед моей семьей и народом. Весельчак, долг? Не бери в голову, крошка Зеит. Это между мной и апостолом. Крошка Зеит? Серьезно? Вообще-то я уже давно не крошка Зеит. О, началось началось. И у меня уже было несколько мусь. Тебя понесло. Угу. Спасы. Обиделась, обиделась. Вумен-мумен, получается, вумен-мумен. А где все? Спят, я полагаю, уже поздно. Он прав. Тут так пусто не бывает. Что-то не так. Поторопимся. Угу. 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 Здесь открыто не так уж много прилавок. Может, потому что уже поздно. Может, бизнес пока не идет. Нужно двигаться дальше. Или, может, только садовцы кристаллы. Неизвестно, сколько их здесь еще. Хорошая реакция, Киан. Ведь правда же, а, лиха? Он выжил. Так что приемлемо. Ах, смотри-ка, его чувство теплеет. Слава древним богам, наша лодка на месте. Дамы вперед. В смысле, вы, ребята? Вы, дамы. Это шутка. Я посмеялся. Мысленно. Да, ты бы взорвался. Не думаю, что твое тело выдержит смех лихо. И вот под ёбочки тут жесткие. Нормально. Хорош. Хорош-хорош. Шо, let's go получается. Куда мы идем-то? Я рада, что все вернулись. Как все прошло? Киан был неподражаем. Он даже спас наши жизни. Я бы тоже ее поймал. Знаю, но ее поймал Киан. И это было потрясающе. Что об информаторе? Мы привезли его сюда. А это разумно? Теперь он знает, где мы. Это точно не проблема. Для тебя, Лиха, может, и не проблема, а для меня очень даже. Мы не убиваем пленников после того, как получим желаемое. Что с другими заданиями? Алва не следовал нашим указаниям. Он выполнил свои задания удовлетворительно. Итоговый результат был адекватен. Хей, Волл! Хватит с нами сентиментальничать, Лиха! Рада, что вы можете работать вместе. Пока вас не было, мы получили кое-какие новости. Бог? Вы правы, мэм. Как вы почти все знаете, первая из шести уже несколько недель, как должна была прибыть в Меркурию. Но вот она прибыла. Их воздушный корабль буквально только что приземлился у башни. И она не одна. Первая представительница высшей власти Азади. Конечно, она не будет путешествовать одна. Ага, как-то так. Но я сейчас не о телохранителях или служанках говорю. Нет. Компания у нее весьма интересная. Некий генерал Хами вместе с матерью Утаной. Что ты сказал? Хами, генерал Утана, мать. Знаешь таких? Да. Они с первой из шести. Такие ходят слухи. Откуда ты это знаешь? У вас есть шпионы в башне? Не внутри нее, нет. В разных местах, тут и там, неподалеку. Кто-то продает тайны за деньги или за защиту своих собственных тайн. Кто-то сочувствует магическим. А кто-то недоволен Сафии и ее верным песиком Вамоном. Они незаметно управляют городом. Поговаривают, что они близки. Сестра и солдат за такое карают смертью. Ну, парень, пока Сахи управляет церковью, а в ОМОН положением в Меркурии кто-то мало что способен сделать. Если кто-нибудь и способен, то только генерал Хами и мать Утана. Да уж. Значит, ты знаешь. Вы знали. Вы знали, что они придут. И знали, как я с ними связан. Поэтому вы освободили меня. На, на. Наконец-то. Какие новости измерили? Лихо. Шепард. Восстановление продвигается и... Алваны, ты... снова на ногах. Предательница. Она предала повстанцев ради собственного спасения. А теперь вернулась. Неужели они не знают, кто она и что она наделала? Я должен сказать им, пока она не сбежала. Предательница. Что здесь делает эта ведьма? Должно быть, они не знают, кто она и что она наделала. Если я сообщу им, сейчас ее убьют. Я должен высказать ей все. Надо правильно. У них... Прошу прощения, Шепард. Я так устала. Я, пожалуй, пойду в свою комнату. Конечно. Поговорим завтра. Это касается нас всех. Уже поздно. После завтрака будет еще одно собрание. Вы знали, что они приедут, генерал и мать. И поэтому вы отправили капитана в монашью темницу. Поэтому меня освободили. Киан. Лихо был прав. Вы меня используете. Все эти слова о том, что я символ, что я важен для... Разве одно исключает другое? Ты символ. Ты воин. А теперь ты еще и повстанец. Я знала, что они приедут у Таны и Ханы. И наши шпионы в Садире доложили мне о том, что ты с ними связан. Мы увидели возможность. И отправили Батьма освободить тебя. Ты же видишь, мы в отчаянике, Иоанн. В страхе. В одиночестве. Многие люди уже уступили. Сдались. Им стало уютно в этом новом мире. Сазаде. Многие забыли о магических Или предпочли забыть. Они продолжают жить. А вот мы умираем. Мы то немного, что осталось от сопротивления. Если мы проиграем, все потеряем. Наши жизни, надежды, все наше будущее, все канет во тьму. Я пойду на что угодно, чтобы спасти свой народ. Но ужасные жертвы. На ложь. На что угодно. А ты, Иоанн. Поэтому да. Ты инструмент. Но еще и символ. Наше секретное оружие. Наш ключ к выживанию. День был долгим и нелегким. А мне еще многое... Че-то намудрит. Че-то намудрит. Мы можем продолжить этот разговор в другой день. День был долгим. Глянусь в баланс. Мы с вами погоним, что ли? Я не виновен, прошу. Поверьте мне. Интересно. Где ее это? Комната чине комнат. Опа. Я ждала тебя. Почему ты защитил меня там? Почему не сказал им кто я? Я назвал ее предательницей. Но такие ли мы разные? Я не намерен хранить ее секреты. Но ее бескорыстные поступки даровали мне второй шанс. У меня была лишь секунда времени. Этого недостаточно, чтобы оценить чью-то жизнь. Именно ее портал помог мне бежать из темницы. Она залечила мои раны. Она знала, что я могу ее выдать. И все же... Все же она спасла мне жизнь. У меня была лишь секунда времени. Этого не... Я назвал ее предательницей. Но такие ли мы разные? Я знаю, что у тебя были свои причины на то, что ты сделала. Этому нет оправданий. Но я сделала, что сделала. Потому что верила, что это правильно. Хотя бы выслушаешь меня перед тем, как принять решение. Кажется, говори. Когда я выдала местоположение нашей базы и предала Эйприлу, я думала, что жертвую одним человеком ради спасения остальных. Но многие погибли из-за моих действий. Это не давало мне покоя. Я начала сомневаться в мотивах. Предала ли я ее ради груза с лекарствами? Без этого груза пострадали бы многие. Старики, больные. И дети. Или я предала сопротивление, чтобы спасти свою шкуру. А сзади бы казнили меня. Я правда не знаю. Возможно, из-за обеих причин. Возможно, все не просто черное и белое. Мы не можем знать наверняка, к чему приведут наши действия. Если ты сохранишь мой секрет, я смогу продолжить помогать. Я очень ценна для сопротивления, несмотря на мои поступки. Выдай меня. И многие пострадают. Но такова цена. Правосудие. Выбор за тобой. Алваны, не за мной. Каково твое решение? Как ты поступишь? Она важна для сопротивления. Без нее они будут еще слабее. Я должен сохранить ее секрет, какими бы ни были последствия. Как бы она не решила оправдать свое предательство, независимо от ее значимости сопротивления, остальные заслуживают знать правду. Ее судьба должна быть в их руках. Наверное, вот так вот. Пусть будет удах. Я слежу за тобой. Я обещаю, ты не пожалеешь о решении. Я посвящу жизни искуплению грехов и сопротивления. Я в долгу перед тобой, Алваны. Навеки вечные. Ты из-за вам не жизни? Ну, возможно, однажды я прошу, что не для меня. Я готова. Опа. Упал, ляй, упа. Упал. 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 Первое уже в пути. Давайте-ка мы это оставим. Следующую перью. Спасибо за рассмотр. Надеюсь, понравилось. Далее подписано на канал, несложно и приятно. Ваша поддержка мне. Заранее спасибо, кто это наделал. Телекомендовал ваш канал. Нож канал, а блин, на ваших экранах. Там цайды и удаление видео. Просто, чтобы узнать первыми, либо одним. Одними из первых, когда выйдет видео. Все видео, заметил, окошко открыто. Видел? Она все время была закрыта, сейчас открыто. Заметил? Окно открыто. Но было закрыто до этого, сейчас открыто. Все еще раз посмотрю. Увидимся в следующих сериях. Давайте. Субтитры сделал DimaTorzok.